Девушки отдыхают Смотри на это, что такое? Это Волынская волость. Здравствуйте. Добрый вечер. В какой вы больнице вы жите? Я, в смысле, я на доктора похож? На больного. На душевно больного. Серьезно? А вы с ними постоянно имеете дело, что ли? Вы отличаете, как они выглядят? Иногда проходилось. Серьезно? А, ну вас же сейчас позакрывали эти заведения. Если честно, скажу вам так, у вас внешность похожа, вы похожи на гинеколога. Мне всегда мама говорила, руки, сынок, держи в тепле. В тепле, да. Голову на морозе, а руки в тепле. Как зовут вас? Александр. Заебно, тезка. Вы откуда, Александр? Я из Норильска. Для вас там холодно, наверное, да? Ну, я поэтому и сказал, что руки в тепле надо держать. У нас это за полярным кругом, это город. Норильск, Никель. Слышали предприятия? Не, не слышал. Как не слышали? Сань, ты слышал. Я не слышал. А вы откуда вообще сами? Вы действительно с Волынской области? Не, нет. Откуда? С Николая. А, Николай, понятно. Знаю, город судостроителей. Некогда. А сколько, интересно, сколько у вас там сейчас минус? Сколько сейчас? Минус 45. Ой, ешки, ешки. Ну, это еще, это уже потеплело. Обычно где-то вот в это время минус 57, вот так вот. Я вот недавно смотрел передачу про Антарктику, как ваши ребята там, русские. Три месяца до центра Антарктики. Я точно не помню, как это было. Ну, в Северный полюс. Короче, у них там 89 градусов температура была. А, да, я видел тоже, там вообще холодно, я туда не хочу. Там еще холоднее, чем у нас, вы что, какое-то. Я даже не знаю, зачем там на улицу выходить. У них там, у них единственный плюс, у них нулевая влажность, значит. Вы знаете, если оно холодно, то тут хоть влажность тебе, хоть не влажность. Там влага замерзает в воздухе и падает сосулькой вниз. Там нету влаги. При такой температуре влага не может быть. Кстати, будете на севере когда-нибудь, предлагаю попробовать фокус. Фокус какой? Да, если температуры очень низкие, вы носите кружку с горячей водой и брызгаете. И вот так вот, знаете, сплескаете воздух, и она на лету замораживается. Но вода должна быть именно горячая, холодная не будет это делать. Это прикольно. Нет, серьезно, я не прикалываюсь, на самом деле. Я видел в пиктоке такого ворота. Да, именно горячая вода должна быть. Я понял. Вы стримите? Да такое, немножко, немножко. Ну, почему-то сейчас 4 тысячи смотрим. Серьезно? Что, меня никто не узнал? А вас не видно. Почему? Ну, что не показывалось. А? Вас не показывают. А что, шторку оставили, что ли? Шторку оставили? Нет, просто от меня видят, а вас только слышат. Понятно. Жалко, а так бы узнали, сразу бы сказали, кто. Вы бы сразу определили. Сразу бы обратились. Ну, я вас... Ну, лицо знакомое, но я не могу сказать, кто вы. Ну, и такое дело. Ладненько. Удачи вам тогда. Всего хорошего. Да и вы первый человек русский, которого не захотелось. Нет, только что вот этого самого. И нет. Потому что вы знаете почему? Потому что вы здраво начинаете разговор. Не так, как в других. А заметьте, мы даже о политике не говорили. Заметили, да? Нет. Вот. Поэтому тоже советую, если у вас еще надо будет второе образование получать, получать образование, где руки будут в тепле. Давайте. Удачи. Удачи. Счастливо. Это прикол. Какой-то тикток-блогер, блин. Ну, интересно, что почему дед мужа выстоит смеха ради. Отвечай. Не знаю. Ты что, не слыхал про Верещагина? Дошел. Было время. В этих краях каждая собака меня знала. Вот так держал. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А то снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь. Ты откуда, приблудный? А когда смеяться? Это я смеюсь. Тебе не надо смеяться. Вообще, вот, азиатский тип людей, они, не принято у них выражать сильные эмоции, улыбки. Не у всех, кстати. По-моему, у корейцев не принято выражать улыбкой, чувством. Возможно, я не ошибаюсь. Были в Азии, что такое, Гаврикин? Я их здесь видел. Люди, которые в России, азиаты, это триггер. Вы еще, мало того, азиат, вы еще и картавите. Ни хрена себе микс. Обалденный микс получил. Слушай, а кто? Как среки на французском общаюсь. А на французском картавить надо. А вы француз? Не, я на французском общаюсь. Я не сказал, что я француз. А, вы с Францией? Ну да. А, понятно. Откуда? Очень похож на француза я. Обалденный. Слушайте, настоящий француз. И картавит, и азиатской внешности, и еще и француз. Это вообще О. Да. А что сзади украинский флаг висит? Ничего себе. Смотри, что можно. Смотрите, говорит. Должен нравится. Да, я вообще, знаете, мне вспоминается отрывок из Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Смотрите, говорит Паниковский, что можно сделать из простой сенокосилки. Такое, такое. Не смотрю. Фильм есть даже. Можете фильм посмотреть, читать не умеете. Ну, какую книгу последнюю прочитали вы? Вообще не читаю. Азбуку. Чук и Гек потом после нее сразу же. Ну, это сразу видно по общению. Серьезно? Да, конечно. Понятно, я рад. Ну, блесните своим интеллектом, а то тут все я, да я. Ну, как-то вы очень далеко зашли, интересно просто стало. А мне вот интересно, знаете, вот я сейчас смотрю на вас и думаю, вот азиат, еврей, француз, и сзади украинский флаг. А что во Франции делает украинский флаг? Интерес просто. Мне кажется, как-то вас очень слишком волнует моя внешность. Абсолютно никак. Не, ну, я просто заинтересовался, а что, я не могу заинтересоваться вашей внешностью и сделать свои предположения? Это какой-то проблемой не расизма? Мы говорим уже 5 минут как-то, а не думая, что это тема для дискуссии вообще. Почему нет? Каждый выбирает свою тему. Мне понравилось, например. А, ну, вы не в моем вкусе. Начнем с этого. Да не дай бог, вы тоже не в моем вкусе. Я, по крайней мере, о вкусах ваших как-то не очень интересовался. Да, по женщинам родной, честное слово, абсолютно. По мужчинам никак вообще. Да ладно. Вы не примите на себя. Почему нет, внешность так ко мне? Не, ваша внешность меня интересует только так с познавательной точки зрения. Ни в коем мере не в сексуальной. Ну, это просто так как бы звучит. Да не, брось. Вам, французу, и не знать, как звучит настоящий язык любви. Вы шо? Ну, да. Да. Ламух. Ламух. Да-да-да. Женамас пас и жюю. Угу. Вот-то так. Понятно. Ну, расскажите мне, что я вас послушаю теперь. А то все я да я опять же говорю. Я в чат валетки даю собеседнику возможность высказаться. Люди сходными быть глупыми, и это нормально. Кстати, я вот, слушайте, я тут еще один факт не привел. То есть, давайте, на чем мы остановились? Азиатская внешность, еврейские картавления, или французы, живет во Франции. Украинский флаг на стене зашел под российским VPN. Слушайте, тут еще поковыряться, поковыряться. Тут еще можно накопать кучу, наверное, всяких. А, от каких пор я живу во Франции? А, еще, знаете что, еще потаенные такие вот гомосексуальные наклонности. Уже шесть. Представьте. А с какого момента я живу во Франции, интересно просто. Вы мне сказали, что вы постоянно общаетесь на французском. Я сказал, я могу общаться на французском языке. Вы сказали, вы общаетесь на французском. Да, это не значит, что я и франции. Если я общаюсь на французском, это не значит, что я и франции. Вы, может быть, в Мали? Ну, как-то человек в таком возрасте можно было чуть по мне быть. Вы, может быть, в Мали, например? Вообще, знаете, где Мали находится? Ладно, гуляй. Глубики. Подожди, родной, подожди, не убегай. У меня еще дальше есть. Вот плохой, простой, вернее, простой психологический портрет человека составил. А ему не понравилось. Убежал. Ну, ладно. Они совершенно не говорят по-русски. Но все понимают. Бардовары! Курзал! Что он говорит? Он говорит, приятного аппетита. Кушайте, кушайте. Здравствуйте. Да, привет. Ну, привет. Просто так удобнее. Что там, как справа? Да, все нормально. Украинскую мову, разумеешь? Слушай, а ты что, с коврика в туалете сшил себе этот свитер, что ли? Я тебя пытаю, ты украинскую мову разумеешь? Слушай, я тебе просто сказал, у меня в туалете коврик такой. Ты из него сшил себе этот свитер? Да, ты сам на туалет похожий. Прикольно. А почему я должен разуметь твою мову? Она что, международная, что ли? Ну, как международная? Не, не международная. Ну, а зачем она мне? Если она, блин, региональная мова, зачем она мне нужна? Для чего? Смысл? А чего ты меня не пытаешь? Не кажешь мне, чтобы я говорил на твоей мове? Ну, я смотрю по тебе, что ты ущербный. Ты не знаешь мой язык. Как я могу тебя заставить то, что ты не умеешь? А, ущербный. Ну, да. Так бы ты разговаривал на языке, который ты, я понимаю. Я, например, из Таджикистана. Я же с тобой не разговариваю на таджицком языке, правильно? Хочу я с тобой на таджицком поговорю? Хочу я с тобой на английском поговорю? Та не, на английском я так само могу с тобой поговорить. Но я разговариваю на украинской мове, и я с тобой буду разговаривать на украинской мове. Ты меня не понимаешь? Нет. Ну, понимаешь слово? Нет. Я вообще тебя не понимаю, что ты говоришь. Понимаешь? Нет. А, понимаю, да. Вот сейчас ты сказал по-человечески, да. По-человечески? Ну, давай тогда лай. Давай мне цветной такой лай собачий. Давай. Тебя я представлю, например, балонкой. Тем более ты такой весь из коврика, из туалета. Ты такой весь волосатый. Как балонка выглядишь. Короче, ты меня зараз хочешь обесрать, блядь. Я с тобой вообще хотел бы просто поговорить по-человечески. Ты со мной... Ты со мной... Я тебя не понимаю. Как я с тобой могу говорить? Ну, давай будем разговаривать. Вот, видишь, вот так и все. И нормально разговаривать. Если ты знаешь русский язык, зачем дурочка включать? Я не дурочка включаю. Я разговариваю на своей украинской мове. Ты не включаешь его, ты им живешь. Да, так получается, что ли? Ты знаешь, что есть такая краина Украина? Украина Украина. Ты вообще что сказал сейчас? Краина Украина. Я знаю, Украина страна есть такая. А краина что такое? Да, это Краина. А краина что такое? Краина – это страна. То есть, ты мне сказал, есть такая страна Украина. Я правильно тебя понял? Да, да. Понятно. А так, а есть еще и город Украина, да? Нет, такого места нема. А зачем ты тебе приставку страна говоришь? Обычно говорят, есть Таджикистан, есть Узбекистан, есть там Россия, США есть. Никто не говорит, есть страна США. Блин, ну что ты даюбишься до слов? Ну я тебя не понимаю. Таких слов, блядь, слов нету сейчас, слов. Сейчас осенью слов, ранний. Короче, иди ты нахуй. Поспілкуемся, поразмовляем. Дурачок, у самого еле-еле получается. На украинском разговариваю, что этот, блин, жилетка у него. У меня коврик, серьезно, у меня коврик в туалете, такой вот коврик в туалете в ванной. Как у него жилетка. Ну, понятно, слушайте, может, совсем плохо. Бомбарбер. Киргуду. Что он сказал? Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Шутка. Шутка.